всем привет дорогие друзья вы на канале life up поехали генератор является чуть ли не самой важной частью вашего автомобиля и от его правильной работы зависит вся электронная составляющая сегодня попробуем заменить подшипники генератора а также щетки обязательно смотри видео до конца ты увидишь с какими подводными камнями мне пришлось столкнуться а также удели совсем немного своего времени чтобы подписаться на канал и прожать лайк ниссан премьера p12 2004 год двигатель qg 16 сегодня будем менять подшипник генератора конкретно задний подшипник шумит но менять отдельно задний подшипник нет никакого смысла поэтому поменяем и передний также обслужим генератор и заменим щеточный узел теперь коротко о том как снять генератор показывайте это не буду так как есть мануал я его выложу в описании под видео первую очередь конечно же скинем клеммы с аккумулятора затем скинем ремень генератора скидывается очень просто откручивается обводной ролик и затем в районе комбинационера конкретно вот этот блок ослабляет натяжение ремня головкой головкой на 8 затем откручиваем силовой кабель отсоединяем разъем и выкручиваем три болта который держит генератор с этой стороны один болт и вот этой стороны снизу там два болта и вынимаем генератор сейчас сниму и затем поедем на верстак вот генератор у нас на столе залил водой центральный центральную гайку и теперь самая сложная задача это открутить центральную гайку на шкифе задача сложную так как сам вал никак не застопорить кроме как вставляя отвертки или различные предметы в лопасти но это очень опасно лопасти могут сломаться или загнуть я думаю слышно ну давайте попробуем найдем подходящее место чтобы ставить шестигранник в общем с горем пополам удалось таки мне открутить центральную гайку вот таким макаром зажал в тиски одно ухо отвертки в прорези вставляем чтобы они упирались не в лопасти а в более толстые места не знаю я вам не смогу показать покажу когда разберу с двух сторон ставил затянуто просто мертвецки отворачивал воротком длинным и вот этой вот трубищей по-другому гайка вообще никак не поддавалась теперь откручиваем 4 болта дальше не сильными постукиваниями молотка по передней крышке пытаемся ее сбить так как она немного прикисла пытаемся сбить окислые и отсоединить переднюю крышку вместе с ротором вот откуда шум давайте сейчас кинем задний подшипник с помощью съемника 2 1 2 2 теперь надо выбить вал и вот дальше у меня начались танцы с бубнами так как ротор намерт вопреки с переднему подшипнику и вот дальше я покажу пару способов которыми пользоваться не нужно первое это с помощью огромного съемника у меня ничего не вышло это очень опасно крышку можно сломать и второй способ подставить две доски накрутив центральную гайку пытаться выбить вал способ также не кудышный так как можно закосячить резьбу и не дай бог погнуть вал в общем ситуация такая подшипник я уже поменял с горем пополам за время эксплуатации подшипник скорее всего не менялся вообще и он настолько прикипел что его удалось извлечь только с помощью пресса и то не с первого раза закосячил и вал так как били по нему не хотел выходить ни в какую вал хотя по идее он должен легким ударом молотка выйти потому что он не запрессовывается сюда вот так он просто устанавливается выбивает вал если у вас легко выходит то только прессом но стоит быть аккуратным так как это все дюралевая алюминиевая упирал две доски сюда и прессом давил на вал можно расколоть ее очень легко и просто надо быть аккуратным так далее откручиваем три винтика и подшипник уже легко выбивается устанавливаем новый закручиваем вал обязательно перед установкой пройтись по валу шкуркой чтобы убрать старые окислы ну а теперь с передним подшипником окончено перейдем к заднему задним подшипником все просто ровно устанавливаем и подходящей головкой набиваем все подшипник установлен кстати не показал куда надо упираться чтобы открутить центральную гайку через вот эти узкие прорези здесь и здесь упираемся не в лопасть видите сейчас мы упираются в лопасть вот в эти места и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok так нам необходимо отсюда взять вот эту металлическую штуку и пружину вынуть одна есть отрежем от старой щетки проволоку чтобы нарастить на новую и 2 теперь мы и пружины только один фиксатор у нас сохранился оптимальным вариантом будет установка свинцовых круглых грузов рыболовных подходящего диаметра под рукой у меня их не нашлось поэтому решил паять так решил в общем сделать без фиксатора без этого у нас длина провода позволяет просунуть и зафиксировать как то так примерно припаять и она будет держаться единственная проблема это просунуть провод сейчас попробуем как-нибудь так 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 есть так чтобы у нас полностью не вылазил где-то на такой высоте как раз у нас хвостик остался небольшой так 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 теперь припаиваем так одна есть видите как идеально подходит от наших отечественных авто и то же самое проделываем со второй так же вот так мы делаем так все так мы вымеряем длину вот так и припаиваем загнем назад ушки возьмем два болтика шайбочками не забываем установить на место обе шпильки теперь установим заднюю прокладку резиновое уплотнение и дальше через удлинитель от трещотки легкими ударами молотка по пластинам обмотки садим ее на место и закручиваем гайки сразу же установим клемму так и перед установкой вала нам нужно зажать щетки чтобы потом вставить вал зафиксировали щетки совмещаем отверстие под болты передней и задней крышки и закручиваем вытаскиваем отвертку устанавливаем шкиф и закручиваем центральную гайку таким же способом как и откручивали все генератор я установил шкиф с трудом прикрутил из-за косячной резьбы теперь самый ответственный момент это момент проверки сейчас заведем послушаем посмотрим все ли у нас получилось все работает никакого шума вообще не слышно я думаю у нас все получилось друзья на этом все своевременно обслуживайте свое авто подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем ровных дорог